Ушел из жизни Аркадий Михайлович Арканов. И я не могу об этом не сказать, я не могу не вспомнить этого человека, с которым мы не были очень близко знакомы, достаточно редко общались, хотя что-то нас связывало. Даже скажу, что мы с ним оба болели в футболе за московское торпедо. У нас таких отмороженных не так много, которые болеют за этот замечательный старый московский футбольный клуб с роскошными традициями и с довольно трудным настоящим. Ну вот это нас связало. А так вроде больше ничего, кроме того, что он мне очень нравился просто. Мне очень нравилось его слушать, мне очень нравился его стиль, мне очень нравилось его такое всегда мрачноватое выражение лица, которое свойственно людям с потрясающим чувством юмора, которые смеются всегда последними. Они сначала смешат других, потому что настоящий клоун всегда мудр и, как правило, грустен. И вот Аркадий Михайлович Арканов, он умел быть клоун в хорошем смысле. Сейчас это слово обладает такой негативной коннотацией, как сейчас принято говорить. А я употребляю это слово с огромным уважением. Юрий Никулин был клоун, Чарли Чаплин был клоун. Вот в этом смысле Аркадий Арканов, который был тоже немного клоун и писатель, и мудрец, интеллигент настоящий, вот он ушел, и царство ему небесное. Вот так вот. А теперь поговорим мы о другом, хотя эта тема тоже особого веселья не вселяет. Это тема о нацистах, которые каким-то образом были приглашены в город Санкт-Петербург, и там устроили форум. Удивительное дело, дорогие друзья, просто удивительное. И я хочу об этом деле поговорить. Каким образом так получилось? Я сейчас прошу Мари Армас напомнить наши телефонные номера. 730-101, и, конечно же, пишите, плюс 7903-797-6333 для СМС-портала. Если удобно через сайт, то пользуйтесь silver.ru, там есть специальная форма для отправки сообщений. Главная тема недели в эфире с Николай Сванидзе у микрофона. Так вот, мы обсуждаем, начали обсуждать форум неонацистов в Петербурге. В отеле Holiday Inn он стал известен после того, как в декабре прошлого года его объявили как бы заминированным, чтобы, по всей видимости, не мог произойти телемост с Михаилом Ходорковским. Так вот, форум с неонацистами там мог произойти и произошел. Он прошел под названием Международный русский консервативный форум. Вообще, меня даже возмущает такое пафосное слово. Слово изумляет, как портят, снижают, пачкают замечательное слово консерватизм, замечательное понятие консерватизм. Вот, оказывается, что консерваторы, они какие-то ультраправые, близкие к фашистам или абсолютно профашистские, или фашистские ребята. Ну, как можно назвать фашистов консерваторами? Какие же они консерваторы? Они не консерваторы, они фашисты. Вот, кто там был? Я вам скажу, во-первых, кто организовывал. Де-факто, реально, питерское отделение партии «Родина» организовывало. А юридическим организатором является русский национальный культурный центр «Народный дом». И это мероприятие было названо первым в мировой истории форумом национально ориентированных политических сил Европы и России. Почему-то цитировали в интернете организаторы выступления президента Путина на заседании Валдайского клуба, который ничего не говорил о том, что надо фашистов приглашать в Санкт-Петербург. Поэтому зачем его цитировали, не совсем понятно. Подставили. И вот состав приглашенных, он просто поражает своей яркостью. Из разных стран, из самых разных стран. Например, Роберто Фиоро, Италия, основатель, лидер партии «Форцо нового» или «Новая сила». Правый, ультраправый политик, радикальный националист, католический традиционалист. Сам он себя называет фашистом, просто позиционирует себя как фашиста. Плюс, по-видимому, который привел к его приглашению, плюс в глазах организатора форума. Его партия решительно поддержала присоединение Крыма. И одобряет московскую политику в украинском вопросе. Удов Фойкт, немец, Германия. Ультраправый политик, председатель правоэкстремистской национал-демократической партии Германии, НДПГ. Депутат Европарламента сейчас не скрывает антисемитских, ксенофобских взглядов. Подвергался уголовной административной ответственности за подстрекательство к мятежу. Любит говорить о завышенности числа жертв Холокоста. Преклоняется эта цитата. Эта цитата, дорогие друзья, преклоняется перед мужественными солдатами вермахта, сухопутных сил Люфтваффе и военно-морского флота и Ваффен-СС. Эта цитата Уда Фойкта. Это я не от себя говорю. Эта цитата из человека, которого пригласили в Санкт-Петербург на форум консерваторов. Так вот, преклоняется перед Ваффен-СС, которые до последнего дня исполняли свой долг. За последнее получил 9 месяцев условных, к сожалению, тюремного заключения. Преклоняется перед фюрером, чего не скрывает. Фюрер это Гитлер, дорогие друзья. Греки имеют место. Депутаты Европарламента и отставные греческие военные, высоко поставленные офицеры, генералы. Элефтериус Синодинос. Он, бывший спецназовец, руководил войсками спецназначения, подразделениями. И Георгиус Эпетидиус. Это они оба представляют ультраправую партию «Золотая заря» Хриси Авги, которая определяется прессой как неонацистская, неофашистская. И в ее уставе сказано, только арийцы по крови и греки по происхождению могут претендовать на членство в партии. Эмблема партии это такая стилизованная свастика под видом элемента древнегреческого традиционного орнамента. На самом деле действительно стилизованная свастика. И ее члены тоже открыто восхищаются Гитлером и приветствуют друг друга на нацистский манер, нацистским салютом. То есть зигуют, иначе говоря, переводя на привычную нам лексику. Швеция. Стефан Якобсен. Партия шведов так называемая. Вообще, вы обратили внимание, все фашисты, они себя считают единственными и исконными представителями своего народа. Вот если шведский фашист, то у него партия шведов. Он все время говорит, мы настоящие шведы, мы настоящие немцы, мы настоящие китайцы, мы настоящие русские. Вот если фашист, он обязательно говорит именно о себе, как о представителе классическом и единственном и самом правильном представителе своей нации. Вот это вот неонацистская и национал-социалистическая фактически шведская партия. Она была основана в 2008 году членами распущенного национал-социалистического фронта. Я напомню, что нацистская партия Германии именно так и называлась, национал-социалистическая. Даниэль Карлсон, датчанин, неонацистская партия датчан, основанная бывшими членами национал-социалистического движения Дании. Она, в свою очередь, была дочерней структурой нацистской НСДАП, национал-социалистической партии Германии, то есть гитлеровской партии. Ее полное название национал-социалистическая или национально-социалистическая рабочая партия Германии. Красивое название, да? Согласимся. Вот такие ребята. Ник Гриффин из британской национальной партии, чья идеология достаточно характерна, и она стоит из компота в виде антисемитизма, отрицания Холокоста, запрета эмиграции и, конечно, гомофобии. Я должен вам сказать, дорогие друзья, что гомофобия – это очень важная и обязательная составная часть любой нацистской идеологии. На самом деле Гитлер, нацисты первыми взялись за гомосексуалистов, потом уже перешли на евреев и на всех остальных. Вот такие ребята, они приехали в гости в город на Неве, в город, который пережил блокаду. Они приехали в этот город не сами по себе, они были туда приглашены. И приглашены они были, как мы знаем, в канун фактически, очень большой даты, которую мы скоро отмечаем, 70-летие Великой Победы, Великой Отечественной войне над Гитлером, над нацистами. И приехали они туда по одной причине, потому что, видимо, организаторы, а это еще раз повторяю, питерское отделение партии «Родина», они сочли их подходящими в том, что касается их нынешней политической ориентации. Они одобряют наши действия на Украине, они одобряют политику российского руководства. Мне кажется, что нельзя больше подставить нашу политику и нельзя в большей степени подставить и подставить ножку нашему руководству, как пригласить таких друзей, как фашисты, в город Санкт-Петербург незадолго до празднования Великой Победы. Это просто уникально. Кстати, их здесь и встречали тоже нормальные ребята. Вот корреспондент «Коммерсанта» Григорий Туманов, он опубликовал в Твиттере фото тоже приглашенного, приехавшего на форум, неонациста нашего соотечественника Алексея Мельчакова. Этот человек несколько лет назад опубликовал в социальной сети свои фото с отрезанными собачьими головами. Там каким-то образом ему удалось уйти, по-моему, от уголовной ответственности. Он сейчас воюет на стороне Донецкой Народной Республики. «Это все невесело. Это все очень стыдно. Это все очень бессовестно. Это бессовестно перед теми людьми, которые погибли. Это бессовестно перед людьми, которые погибли, в частности, в городе Ленинграде во время блокады». Странная реакция самого нашего государственного верха. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вот он сказал, что президент Путин в курсе. Президент Путин в курсе и дальше без комментариев в том смысле, что это вроде бы как не формат государственного руководства. Вы знаете, на мой взгляд, это формат государственного руководства. И если президент Путин в курсе, я даже не знаю, это хорошая новость или плохая. Как мне кажется, скорее плохая, потому что лучше бы он был не в курсе, лучше бы ему забыли доложить. Потому что если ему доложили и потом комментируют, что это не тот формат, то это немножко как-то странновато. Ну, скажем, когда известный телеканал, там вот издается, ну, не вполне обдуманный, прямо скажем, вопрос про ленинградскую блокаду, и после этого его гнобят в течение долгих месяцев и фактически едва не закрывают ему всю возможность выхода в эфир. Это можно. А когда приезжают в этот же самый город, о котором был задан вопрос, в этот же самый город, приезжают на форум неонацистов, и оказывается, что руководство государства не в курсе, а это как? Я не понимаю, честно говоря. Я не понимаю, как можно отмечать день победы, день и радостный, и торжественный, и одновременно печальный, день со слезами на глазах, отмечать его там, где только что прошел слет неонацистов. Ну, проверяйте, кто эти люди. Ну, проверяйте, в конце концов. Ну, что это такое? Вот сейчас в сетях в результате вспоминают стихотворение, фрагменты стихотворения Маршака. «Кличет Гитлер Риббентропа, кличет Геббельса к себе. Я хочу, чтобы вся Европа поддержала нас в борьбе». Вот что это такое? А это естественно. Это естественно, что такие стихотворения вспоминаются. То есть не стихотворение, это стихотворение замечательное. Самуил Экальевич Маршак был хороший поэт. Просто я стихотворение говорю в данном случае без уничижения, Самуил Экальевич. А просто вот почему их сейчас вспоминают? Понятно, почему? Не понимаю. Вот есть вещи, которые я отказываюсь понимать. Как можно политическую конъюнктуру ставить вперед своей государственной репутацией? Пройдет конъюнктура. Закончится, бог даст, скоро война и боевые действия на Украине. Решится проблема с Донбассом. Решится проблема со статусом ДНР, ЛНР, с их взаимоотношениями с Киевом. Забудется это через какое-то время. Есть вещи, которые не забудутся, конечно. Не забудется испорченные отношения с Украиной. Не забудется испорченные отношения между русским и украинским народами. К сожалению, не скоро забудется. Но вот именно эта конъюнктура сегодня, связанная с боевыми действиями, с тем, кто кого поддерживает, забудется. А то, что нацисты устроили слет в Санкт-Петербурге, это не забудется. Может быть, хотят, чтобы они давили на общественность и государственную руководство своих стран с целью отмены санкций? Может быть. Не знаю. Но могут эти люди, которые у себя набирают от жалких нескольких десятков до полутора процентов голосов на выборах, давить на государственную руководство своих стран? Я, честно говоря, в этом довольно крепко сомневаюсь. Кого и на кого они там могут давить. По-моему, наоборот. Их та или иначе позиция, она склоняет государственную власть к позиции диаметрально противоположной. Скажи мне, что они думают, и поступи по-другому. Потому что поступать, иметь ту же позицию, что и они, поступать так, как они хотят, это дискредитация любой власти. Это люди, которые имеют репутацию фашистов. Я так долго на этом останавливаюсь, потому что не остановиться на этом долго невозможно. Это вот такая вот правда на самом деле. Это то, что сейчас у нас проходило. Почему нет реакции? Почему об этом не говорят по телевизору? Почему об этом не шумят? Потому что это бьет по репутации нашей страны. Это в конечном счете увеличивает возможность сохранения и ужесточения санкций против нас. Если мы объявляем, что мы воюем против фашистов на Украине, тогда зачем же мы зовем фашистов к себе? Или мы врем, или мы валяем дурака, значит, не фашисты нас интересуют. Единственные нацисты, которые не были приглашены к нам сюда, это украинские. Вот украинских мы не пригласили, а всех остальных, которые против украинских, ну точно такие же нацисты, мы пригласили. Ну и где здесь логика? Значит, это все-таки политическая конъюнктура, не правда ли? Вот мне кажется так. Мне кажется так. Я думаю, что мы на этом поставим точку, но на самом деле это не точка, а очень большой знак вопроса. И дальше мы поговорим с вами на тему, которая связана с этой, а именно на тему социологии. О чем сейчас думают, чего хотят россияне? Прежде всего, это касается того, о чем мы сейчас все время говорили, и о чем идет речь весь последний год в связи с Украиной, в связи с нашими взаимоотношениями с Киевом и нашими взаимоотношениями с Западом. Цифры очень интересные. Социология. О чем думают россияне? Так вот, действительно очень интересно, дорогие друзья. Вот что предлагает нам Левада-центр. Какие цифры? Социологи сейчас говорят о некотором уменьшении эйфории наших сограждан, россиян по поводу присоединения Крыма. Хорошо, это плохо, другой вопрос. Наверное, это реально, потому что решение было очень быстрым, оно вызвало очень большой эмоциональный подъем. Эмоциональный подъем не может сохраняться на постоянном уровне всегда. Ну, не может. А это значит, что он начинает спадать понемножечку. И он спадает. Спадает действительно постепенно. Но эта тенденция имеет место. Вот смотрите. В сравнении с мартом 2014 года снизилось чувство торжества справедливости. Ненамного. На 3%. С 31 до 28. Радость. По этому поводу. Имеется в виду присоединение Крыма. Радость снизилась с 19 до 14%. Гордость за страну. С 34 до 32. Одобрение. С 47 до 44. Это все, говоря языком социологов, в пределах социологической погрешности. Цифры маленькие. Если бы только по одному показателю было изменение на 3%, можно было бы вообще сказать, что случайность, ничего не изменилось. Но когда по всем вот этим параллельным линиям идут изменения на 3, 2, 4% и по всем снижения, это, конечно, тренд. Это тенденция. Еще 12% заявили, что не испытывают по поводу присоединения Крыма никаких особых чувств. 12%. Немного. Но в прошлом году, в марте, говорили 7%. 12 минус 7 это 5. Значит, на 5% больше. С 62 до 55% в сравнении с мартом прошлого года снизилось количество тех, кто считает, что за действиями российского руководства в отношении Крыма и Украины стоит стремление защитить русское население. С 39 до 33% уменьшилось и число сторонников той версии, что это было стремление навести порядок и стабилизировать ситуацию в условиях безвластия на Украине и политического хаоса. Правда, с 32 до 40 выросло понимание, что все дело в стремлении восстановить историческую справедливость, вернуть России и ее территорию. А с 9 до 14 возросла доля тех наших граждан, которые полагают, что за присоединением Крыма стоит растущий авантюризм российской власти, стремящийся отвлечь население от реальных социальных и экономических проблем, коррупции, недовольства властями в самой России. Еще вернемся к цифрам, но сейчас немножко порассуждаем. Прежде чем мы порассуждаем, я попрошу Марии Армас напомнить наши телефоны. Я смс-портал напомню пока что. Плюс 7903-7976-333, а ваши звонки будем брать через 5 минут. Хорошо. На предыдущую тему я хочу зачитать. Мы говорили о неонацистах и хочу зачитать пару смс. Вот Настя пишет, мы еще подождем, и они этих нацистов на 9 мая пригласят, и не надо их оправдывать. Ну, я их не оправдывал, Настя. На 9 мая, ну, поживем, увидим. Но у Настя логичный вопрос, что заявляет власть на организацию этого форума. Ну да, а власть, я сказал, ничего не заявляет. И вот вопрос, почему? Да, вот что удивительно-то, власть-то ничего не заявляет, и это мне представляется в достаточной мере неадекватным, а может быть даже и абсурдным. Николай Карлович, я предлагаю продолжить тему статистики и форума в Санкт-Петербурге через несколько минут. Давайте. Вы слушаете новую информационно-аналитическую программу Николая Сванидзе «Главные темы недели». Да-да, «Главные темы недели». Николай Сванидзе у микрофона, Мария Армас украшает эту программу своим голосом и сейчас напомнит вам о наших телефонных номерах. На тему социологии и неонацизма. Плюс 7903-797-6333 для смс-сообщений, 730-101, звоните. Хочется пообщаться, Николай Карлович. Да. Итак, мы говорим действительно о социологии. Социологии, связанные с главным решением за долгие последние годы политическим. И, наверное, это главное политическое событие за последние точно полтора десятилетия, а то и два. Точно, наверное, главное политическое событие периода президентского правления Владимира Владимировича Путина. Вообще, это очень важное событие – присоединение Крыма. И последующее событие на Украине, на юго-востоке Украины. Я назвал несколько цифр и вот обещал порассуждать на эту тему. Так вот, рассуждение мое, достаточно незамысловатое, сводится к тому, что имеется медленный, небольшой, но очевидный спад эйфории по поводу Крыма. И это уже не погрешность в вопросах, а достаточно четкая тенденция. И вот генеральный директор Левада-центра Лев Гудков говорит о том, что речь идет, цитата, речь идет об окончании патриотического пузыря, который начался год назад с аннексии Крыма. Это цитата из Лева Гудкова. Сейчас стали, очевидно, негативные последствия. Это дает очень серьезные основания для беспокойства пока для определенной части населения. Да, вот борьба холодильника с телевизором, моя любимая формула, которую я сегодня приводил в разговоре с Константином Солиным, и в ней постепенно, при явном пока что преимуществе по очкам телевизора, понемножку холодильник, я бы сказал, встает с колен и начинает напоминать о себе, и о своих сосисочных прочих интересах. То есть вы хотите сказать, что телевизор становится на колене? Нет, телевизор пока не становится на колене. Холодильник встает, холодильник встает, и понемножку борьба выравнивается, хотя, конечно, на данный момент еще огромное преимущество на стороне телевизора. Потому что неравная борьба. Пока она еще неравная. С победой телевизора. Пока она еще неравная. Мне даже сложно сказать, за кого я здесь болею. В этой борьбе я болею за правду и за справедливость. Вот к этой тенденции, о которой мы говорим, к ней прибавляется еще одна. А эта тенденция следующая. Сама тема Крыма, она не уходит из нашей повестки. Несмотря на то, что боевые действия формально не ведутся. Я напомню то, что еще никто не отменял Минские мирные соглашения. Несмотря на то, что мы продолжаем въезжать в достаточно тяжелый и сложный экономик, экономический кризис. Но на первом, втором, третьем, пятом местах в нашей, а то и на десятом, в нашей информационной повестке по-прежнему Украина. И по-прежнему Крым. Мы только что отметили годовщину принятия Крыма в состав Российской Федерации. Прошел он очень интересный фильм. На эту тему моего коллеги Андрея Кондрашова и главным в этом фильме было то, что там говорил президент Путин. А президент Путин там на самом деле говорил, дорогие друзья, очень интересные вещи. В частности, он говорил, что мы будем преодолевать трудности, которые сами себе создаем в последнее время. Сказал президент Путин, проявив свойственное ему чувство юмора. Но это чувство юмора, которое абсолютно практически обосновано. Потому что действительно, вот все эти санкции и, соответственно, часть наших экономических трудностей непосредственно связана с Крымом. Хорошо быть Дон Кихотом. Это вы про кого, Мария? Простите. Да, Дон Кихот, он, как известно, с ветряными мельницами боролся. И вообще давно умер. И, кроме того, президент Путин сказал, что про трудности, которые пытаются вбросить извне. То есть и сами создаем, и пытаются нам вбросить извне. И, кроме того, он еще сказал одну интересную вещь. И все информационные агентства, когда пересказывали и комментировали то, что сформулировал и заявил в этом фильме президент Путин, они сделали акцент на одном, на том, что он упомянул возможное приведение в боевую готовность нашего российского ядерного оружия в связи с ситуацией в Крыму. Вот это очень интересно. И это вообще занятно. Потому что все, что говорит президент, рассчитано на две аудитории. На аудиторию внутреннюю, нашу, российскую. Любой президент. Не только Путин, естественно. И не только российский президент. И на внешнюю, на внешний мир. И для внутренней, и для внешней аудитории это было сказано. Как восприняла эта внутренняя аудитория? Я думаю, что в большинстве своем позитивно. А именно, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит в запасном пути. У нас есть ядерное оружие, и мы готовы им воспользоваться. Думаю, что реакция была именно такова. То есть не то, что готовы воспользоваться, но мы помним о том, что оно у нас есть. И вы помните, дорогие друзья. Мы помним о том, что когда-то мы были сильны, и сейчас у нас экономика не на коне, но вот это когда-то, оно может, например, вернуться. Это вы договариваете вместо президента Путина. Он о том, что экономика не на коне. Ну, чем бы себя потешить. Он про экономику не на коне ничего не сказал. Но он напомнил, что ядерное оружие у нас есть. Холодильник поднимается из колен. Это я сказал про холодильник. А президент Путин, он про холодильник ничего не говорил. Он говорил про ядерное оружие. И про ядерное оружие вот он вот таким вот образом напомнил. Нам напомнил, что оно у нас есть, а им он тоже напомнил, что оно у нас есть, но реакция там у них была, конечно, наверняка совершенно другая, потому что для всего мира последнее, ну, я бы сказал так, после изобретения ядерного оружия, после того, как стало ясно, после Хиросимы и Нагасаки, стало ясно, насколько оно чудовищно сильно и опасно, Само упоминание о возможности применения ядерного оружия стало табуированным, даже во время Карибского кризиса 1962 года, когда мир был на грани ядерной катастрофы, реально, когда столкнулись лоб в лоб Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, И соотношение ядерное между ними было тогда значительно более, кстати, паритетным, военное, экономическое скорее, ядерное тоже, впрочем, было значительно более паритетным, чем сейчас, так вот, тогда тоже никто прямо не говорил о том, что будем ракеты допускать, о том, что кого-нибудь превратим в радиоактивную пыль, это не говорилось. Дело в том, что, как сказано в Священном Писании, сначала было слово, слово это очень важная вещь, и вот это вот растабуирование понятия ядерного оружия, оно очень опасно. Почему об этом сказал президент Путин? Можно гадать. Мне кажется, он продемонстрировал нашим западным партнерам, я повторяю, внутренней аудитории продемонстрировал, что это у нас есть, напомнил, что мы сильные, нас никто не тронет, а западным он дал понять, что мы достаточно отморожены для того, чтобы от нас можно было ожидать всего, чего угодно. Это не значит, конечно, что он готов его использовать, но пусть они думают, что готов, вот они, вероятно, так и подумали. Симпатии, уважения к нам это вряд ли прибавило, осторожности, настороженности, несомненно, прибавило, я в этом абсолютно убежден, но факт остается фактом, это было именно так. Сюда же до кучи, кстати. Хорошо, что мы заговорили, чтобы два раза не вставать. Вот комментарии по поводу крымских событий и по поводу роли Путина, а президент Путин сказал там еще одну интересную вещь, что наше главное преимущество, сказал он, было в том, что этим занимался я, то есть он, президент Путин. И вот комментарии по поводу президента Путина последнее время в телеэфире меня поражают, потому что они меня склоняют к мысли о нарождающемся таком наивном, идеалистическом, романтическом культе вождя, культе Путина. Он романтический, идеалистический, потому что классический культ, связанный с именем Сталина, он был палит страшной кровью людей, миллионов людей, которые пролил этот человек и пролила государственная террористическая машина, им возглавляемая. Сейчас этого пока что, в этом случае, слава богу, нет и не пахнет. Но вот этот вот культик, он имеет место, и уже люди, перебивая буквально друг друга, опережая друг друга, они уже говорят какие-то вещи, которые, в общем, слушать уши вянут. Они говорят об исполинской воле президента, они говорят об огромном достоинстве президента. Уже слова о том, что он великий, они стали банальностью, а на них даже внимания не обращают. Вот это очень интересная вещь, почему вот в каких-то ситуациях в нашей стране, в частности сейчас, и по мере ухудшения экономики, по мере ужесточения международной ситуации, сразу же появляются признаки, вот пусть такого слабенького, пусть имитационного, по-своему даже может быть где-то забавного, нежесткого. Вот я же могу себе позволить говорить то, что я сейчас говорю, правда? Представьте себе такое при Сталине, в голову бы не пришло, башку бы оторвали через минуту по окончании эфира, а может даже не дожидаясь его окончания. А я сейчас могу, и, в общем, не могу сказать, что мне страшно, вроде нечего бояться-то. Поэтому говорить о серьезном культе личности нельзя, и в то же время уже можно, потому что он начинается. Есть люди, которые радостно его развивают, его поддерживают. Это имеет место, дорогие друзья, это имеет место. Это очень интересно наблюдать за нарождающимся, знаете, вот как за нарождающейся юношеской любовью. Вот это вот юношеская любовь к вождю. Это очень занятное зрелище, особенно для гурманов. Но вернемся к социологии. Я вам обещал еще привести некоторые цифры. Выполняю свое обещание. Вот тоже от Левада-центра. Достаточно хорошая новость, кстати, позитивная. Кризис заставил россиян забыть об эмиграции, о настроениях эмиграции из страны. Вот желающих навсегда покинуть нашу родину стало меньше, а желающих не покидать ее стало больше. Вот теперь у нас 83% людей, которые не собираются уезжать. И всего 12% тех, которые хотят уехать совсем. А обратный пик был в 2013 году, два года назад, когда 24% — это очень много, это четверть практически населения страны, хотело покинуть нас навсегда. Вот это вроде бы кризис начался, а вот такие позитивные цифры. Но вот тот же Лев Гудков, который хороший очень специалист, социолог наш ведущий, руководитель Левада-центра, он нашу эйфорию гасит по этому поводу. И говорит, что увеличение числа желающих остаться жить в России — это характерная реакция на вхождение в кризис. То есть на первую стадию кризиса, когда наблюдается снижение и протестных настроений, и чемоданных настроений. И дохода, на которую можно было бы уехать. Но это еще не чувствуется пока, потому что как раз снижение дохода, оно приводит к настроениям, а как бы денег-то где-нибудь срубить и рвануть отсюда. Нет. Но вот этот позитив, вроде бы, он держится за счет мощнейшей государственной пропаганды и полного контроля над информационным пространством, отсутствия дискуссии в массовом общественном поле. И, как Гудков предсказывает, года через полтора-два ухудшение экономической ситуации, то есть вставание с колена, которым мы только что говорили, вот этого самого холодильника, достигнет критического уровня и повлечет за собой политические оценки. То есть недоверие уже и к государственным институтам, и к власти. Очень коротко, можем взять телефонный звонок. Сейчас я договорю. А вообще давайте, телефонный звонок, я договорю потом, я успею. Добрый вечер. Да. Алло. Добрый вечер, да, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я, честно говоря, Николай Карлович слушаю и на вашей радиостанции, и на «Эхо Москвы». Но, вы знаете, вот, честно говоря, мне не совсем понятно ваше вот такое категорически настроенное, отрицательное мнение о том, что происходит в России как внутри, так и вне России, что хотят сотворить в России. Ну, смотрите, мы сегодня говорили, например, о форуме в Петербурге национал-консерваторов. Как вы к этому относитесь? Безусловно, отрицательно. Ну, очевидно, критически. То есть вы присоединились к Николаю Карловичу в этом вопросе. В этом вопросе я с ним согласен. На вопросе внутренней, там, политики того же самого нашего лидера Путина и тому, как хотят отнестись извне. То есть вот постоянно мы должны пытаться всем понравиться при помощи того же самого фильма, да, «Крым будет оружие». Как вам история про ядерное оружие? То есть вы присоединяетесь к нему? Да, я, честно говоря, очень внимательно этот фильм посмотрел в записи, но я там в словах президента не услышал того, что мы на сегодняшний момент готовы привезти наше ядерное боевое оружие. Нет, 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 нет. Спасибо вам большое, я понял вас. Ответите уже позже. Про сегодняшний день там ничего не было. Продолжим этот разговор и скажу то, что я собирался сказать через короткую паузу. Да, дорогие друзья, главные темы недели. Николай Саванидзе. Понемножку завершаем нашу программу. Я сначала хочу ответить вот замечательному слушателю, который нам звонил, на мой взгляд, очень позитивный человек и правильный вопрос ставил. Ну, я не критически рассматриваю там внешнюю, внутреннюю политику. Я просто говорю то, что думаю и стараюсь это подкреплять фактами. Вернее, я из фактов составляю какую-то свою позицию и представляю ее вам. Конечно, всегда приятно думать оптимистично, всегда приятно думать хорошо. Ну, естественно, естественно, это приятно. Иногда приходится думать по-другому. Ну, это же факты. Я же здесь не должен вас гладить по голове, трепать по щеке или почему там треплет. А говорит, знаете, все замечательно. Все просто зашибенно хорошо. Я на это никакого договора с радиостанцией Серебряный Дождь не подписывал. Вот, я правда вам говорю. Это первое. Второе. Насчет ядерного оружия. Ну, не про сейчас, конечно, идет речь. Президент Путин давал вообще интервью год назад. И он говорил про ситуацию, которая была во время операции по спасению Януковича. И потом во время операции по присоединению Крыма. Ну, такая ситуация может еще раз возникнуть, предположим. И он сказал, что тогда речь шла о возможности приведения в боевую готовность нашего ядерного оружия. Это он говорил. Это он говорил в фильме. Посмотрите его еще раз. Фильм интересный. Еще отвечу на одну смс-ку. Николай Карлович, но ведь вы не можете не признать, что именно Ива Сталина на воров бизнесменов, разграбивших страну, и не хватает. С уважением, Евгений. Уважаемый Евгений. Знаете, лучшее средство от головной боли – это гильотина, как известно. Сталина сразу снимает, просто полностью, как рукой. Вот, да, не хватает Сталина на воров бизнесменов, а также Сталина не хватает и на всех остальных. И на честных бизнесменов, и не на воров, и на интеллигентов, и на священников, и на рабочих, и на крестьян. На всех. И на нас с вами, и на наших жен и детей. Вот на всех не хватает Сталина. Сталин – это ядерная бомба. Брошенная на страну. Да, ворам-бизнесменам тоже достанется. Но воры-бизнесмены не страдают большинство в стране. А большинство страдает всегда. Вот что такое Сталин, на мой взгляд. Значит, теперь… Сталин давно умер, господи. Речь идет о стилистике. Не случайно про ядерное оружие поминаем, кстати. Так вот, что я хочу сказать. Возвращаясь к той социологии, которую мы с вами обсуждали, с моей, не знаю в какой мере, легкой руки. Поскольку, вот я упоминал мнение здесь Льва Гудкова, которому я доверяю, как очень грамотному социологу, который говорит, что на момент вхождения в экономический кризис социологи констатируют достаточно оптимистические варианты ответов. А держится это в течение года полутора, пока люди не отдают себе отчет в том, что их жизнь связана с какими-то решениями, исходящими от государственной власти. То есть они не сами по себе, как дождь, вот идет за окном и все. Тут что-то Путин не решит, и все равно будет дождь. А вот содержимое холодильника, оно в значительной степени зависит от решений политических. И люди начинают это понимать, этим проникаться. И меняется их позиция, и меняются их ответы на вопросы. И вот поскольку позиция людей, соответственно, голосование людей, соответственно, рейтинг нашей власти и рейтинг лично президента Путина зависит от экономики, то есть два варианта у нашей власти. Либо заниматься кризисом экономическим, выходом из него, заниматься отработкой снижения санкций. Это, кстати, отвечая на вопрос, что неужели надо там обязательно нравиться Западу. Не надо никому нравиться, но поддерживать нормальные отношения принято. Это в наших интересах. Так вот, либо так, либо плюнуть на экономический кризис и повышать ставки политические. Повышать и повышать. До поры до времени это будет популярно. Потом это будет срыв в пропасть. Вот два таких варианта. А на какой мы пойдем, не знаю. Дорогие друзья, с вами был Николай Сванидзе. Главная тема недели. И мы с вами на неделю прощаемся. Я очень рад был вас слышать.